С самого детства я была с вами близка и открыта. Всегда шла к своей мечте с самого появления камеры в моих руках. Я ставила новые цели, падала и вставала. Прошла через хейт и бурю эмоций, интересные поездки, переживания, переход из ребенка в подростка, мистика и страшные истории, резкая популярность и увеличение подписчиков, первые серьезные отношения, кардинальные смены имиджа, снова взросления и незабываемые моменты жизни. Смогу перечислять часами, ведь во все эти моменты жизни вы были рядом со мной. Но в один переломный момент моей жизни и неправильный выбор пути я оступилась. Потеряла себя, вошла в абьюзивные отношения, начала набирать вес, ушла в зависимости и эмоциональные качели, отсутствие нормального окружения и непринятия себя и своего тела. И тут бац, и камера больше не в моих руках. Моя жизнь не в моих руках. Я теряю себя и перестаю вести ютуб практически на целый год. Я поступила на тот момент, казалось бы, самым нелогичным способом, но именно этот этап и все, через что я прошла, помог мне изменить мою жизнь и прийти в ту точку, о которой я так давно мечтала, но очень боялась. Это уже будет то, что не попало в кадр. Вдруг это попадет. Думаешь? Думаю, да. Скрепляюсь перед съемкой сезарем, морально настраиваю их на то, что я возвращаюсь на ютуб. У тебя только не слышно. Всем привет, мои родные. Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. Прошел, наверное, примерно год с момента моего отсутствия, с момента моего последнего ролика о похудении. Я выкладывала видос о том, как начала меняться моя жизнь, как изменилась моя жизнь, как я похудела. Бац! И снова пропала. Сегодня я хочу просто поговорить с вами, так скажем, начать свое легендарное возвращение с разговорного видео, в котором я не то чтобы отвечу на все ваши вопросы, которые вы мне задавали в моем инстаграм, да, а просто расскажу вам все о своей жизни, разделив этот ролик на три сезона, так что все вопросы, которые вы мне и так задавали, в моменте отпадут. Я могу открыто вам заявить о том, что, во-первых, я переживаю, что я вернулась на YouTube, да, что я так отвыкла от камеры, я не верю в то, что сейчас происходит. И теперь открыто заявить о том, что я нахожусь на самом лучшем пике своей жизни. Я пришла к прекрасной женской энергии, к прекрасному эмоциональному состоянию, у меня прекрасное окружение, я прошла через все вот эти вот трудности, которые мешали мне вернуться на YouTube нормально, которые мешали мне просто брать камеру и открыто разговаривать вам обо всем, что у меня происходит. Сейчас я являюсь мастером Таро, я закончила уже свое четвертое обучение. Также я ежедневно хожу на какие-то тренировки, я являюсь женским наставником, я занимаюсь магией, я занимаюсь духовностью, я занимаюсь огромным количеством тех дел, которые доставляют мне удовольствие. Удовольствие именно внутри, после которого я бы сказала, что мне вот прям хочется жить, что я нашла свое истинное предназначение. Я очень надеюсь на вашу поддержку, потому что все-таки 8 месяцев, как оказывается, это довольно-таки большой срок, который говорит о том, что, блин, ты отвыкаешь, очень быстро отвыкаешь. К слову, я активно веду свой инстаграм, ник вы видите прямо сейчас на своих экранах, и многое моя аудитория, то есть большое количество людей, потеряла меня, потому что думала, что ну вот, я веду только ютуб, я пропала со всех социальных сетей. Нет, я активно сейчас занимаюсь еще и инстаграмом, поэтому обязательно подписываемся, если хотим видеть больше информации о моей жизни. Там очень много лайв-формата. Так вот, собственно, о чем же этот ролик? Я полностью расскажу вам о своей жизни, раскроюсь в плане всех сторон моего характера, и начну прямо с самого детства. Почему? Потому что сейчас я могу открыто перед вами заявить, что начался третий сезон моей новой осознанной жизни. Почему третий сезон? Я расскажу вам в этом ролике, и вы со временем поймете, почему именно третий. И еще я хочу вам сказать свои самые фирменные фразочки, по которым вы 100% соскучились. То есть, во-первых, запасайтесь печеньками, вкусным чаем. Этот ролик будет, я думаю, что не короткий, потому что моя жизнь в целом уже была не короткой, а хочется очень много информации в это видео уместить, чтобы вам было как можно интереснее. И ставим лайки, подписываемся на мой канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать мои последующие ролики и смотреть их первыми. В этом видео я спрятала для вас разбросанные, так скажем, буковки, из которых вы должны будете, как только досмотрите этот ролик до конца, собрать слово и отправить мне в директ в Инстаграме. Ник вы сейчас видите на своих экранах, обязательно подписывайтесь, потому что Инстаграм я веду каждый день, я выкладываю туда очень много жизни, очень много лайф-формата, контента, фотосъемок и прочего-прочего. Также там вы можете получить лайки от меня, как только соберете то слово, которое вы найдете в этом ролике. Я желаю вам приятного просмотра. Мы можем начинать, поехали! Ну что, начнем прям с самого моего детства. Я была очень шумным ребенком, который всегда требовал очень много внимания. И первое слово, которое я сказала, это было дать. Не мама, не папа, а дать. Я всегда что-то требовала, я всегда привлекала к себе очень много внимания. Детство у меня было незабываемое, и я всегда находила какие-то новые увлечения. Даже в садике я не играла в какие-то обычные игрушки. Я постоянно ловила жуков, я постоянно там, не знаю, пыталась найти какие-то находки, палочки из палочек, что-то склеивала, собирала и так далее. У меня были друзья, были друзья с детства, но почему-то мне считалось, что все их интересы и вообще увлечения, это что-то скучное, не для меня. Короче, всегда я хотела не то, чтобы выделиться чем-то, а меня по факту привлекало то, что не привлекало других. Когда я уже чуть-чуть посильнее подросла, я начала покупать себе всякие слаймы, которым заводила личные дневники, и прям вот активно верила в то, что эти слаймы могут родить. Ну, вы просто прислушайтесь к тому, что я сейчас говорю, слаймы и родить. Я постоянно заводила себе какие-то личные дневники, в которых делала интересные разворотики. Это моя фотография, сделанная пять лет назад. Ее не видел никто из моих зрителей. Я уверена, ни ты, ни ты, никто не видел эту фотографию. Мастерила что-то, рисовала, хотя рисовать у меня никогда не получалось, да. Потом, собственно, в шесть лет у меня родилась сестра, которую родители назвали Полиной. И в этот момент я переключилась на свою маленькую сестренку, потому что я прям мечтала иметь младшую сестру. Младшая сестренка не называла меня по имени первые четыре года точно, она называла меня няней. И я постоянно с ней проводила время. Доводить ее любила, конечно, тоже прям активненько. В общем, я была очень рада появлению сестры в семье. Мы вместе с сестрой смотрели, это Лунтик был. Активный, кстати, мой самый любимый мультик, это был Лунтик, для тех, кто не знал. Так пролетело время. Я захотела себе какой-нибудь уже планшет, да, завести, так скажем, либо телефон, потому что у меня не было какой-то техники. Я уже начала обращать внимание на то, что даже в детском саду, даже уже в начальной школе, в первом и втором классе у ребят были свои телефоны. Мне подарили маленький телефон, на котором не было там никаких ни ютубов, ничего такого. Поэтому я брала планшет у своей мамы. У моей мамы был такой большой планшет, где, естественно, был и ютуб, и всякие игры. И именно в этот момент я познакомилась с камерой. Тогда я начала делать всякие фоточки, фоточки через всякие искаженные, как будто бы кривые зеркала, вот эти вот фильтры, которые были на планшете. Полину сразу же начала, да, как-то приучивать, показывала ей, в какие игрушки я играю. Ну и, собственно, засела настолько, что в моменте мне моя двоюродная сестра, я вам уже, по-моему, рассказывала об этом происшествии, так скажем, да, которое мою жизнь изменило, скинула мне видос Саши Спилберг, которая называлась «Как круто быть девочкой». Я перешла по ссылке, это был ютуб, я увидела сразу же соседние какие-то другие видосы, да, и я увидела кнопочку «Добавить видео». В этот момент я начала снимать видео на ютуб, без монтажа, создала свой канал, который назывался «Карина Смайл». Мои прям олды, подписчики, внимание, начинается самое интересное. Я начинаю выкладывать вот эти все видосы, которые даже вы, я уверена, не видели, потому что их примерно через пару-тройку недель, когда у меня начался небольшой рост подписчиков, удалила девочка, с которой я подружилась за городом на даче. Фоновую музыку, чтобы вы понимали, я не знала, как ее ставить, да, на фон для какой-то атмосферы, поэтому я просто включала музыку с телефона и параллельно разговаривала. Начались видосы. До этого я где-то месяцочек, прежде чем выкладывать их на ютуб, снимала чисто в фотопленку. Это либо обзоры на комнату, либо обзоры на какие-то игрушки, там, да, мы с сестрой снимали видосы, тогда у меня появилась мечта, как я хочу завести себе собаку. Я в этот момент просто включала камеру, и мы уже с подросшей такой Полинкой снимали, так скажем, видосики. Я просто нажимала на камеру, да, типа включала ее на планшете на мамином, в котором она мне разрешала сидеть максимум по полчаса, но я все равно сидела больше, никого не слушала. Я попросила, кстати, мою маму найти это видео на планшете, который уже больше года выключен, но я все равно прямо сейчас вставлю для вас это видео, потому что я купила отдельно зарядку, и я хочу, чтобы вы на него посмотрели. Я тебе скажу, какая твоя мечта? Что ты хочешь на Новый год получить? Я хочу летучий ладуга на день рождения. А я хочу собаку. Я тоже хочу собаку. В общем, да, вот такие видосы мы снимали, и я часть этих видео выкладывала на YouTube, потом, естественно, они были все успешненько, так скажем, удалены. И в этот момент я поняла, что все, я взрослею. Это мое прямо такое занятие, которое доставляет мне удовольствие. В день я могла выкладывать по три, по четыре, по пять, по шесть видосов без монтажа. Просто все, что вот я вижу, все, что мне нравится, все, что я вижу вообще на YouTube от других людей, которые снимают, да, очень мотивировала меня Саша Спилберг. Я подросла. У меня уже было около 50 тысяч подписчиков на YouTube, мне кажется, к годам 14. И поняла, что я от этого никогда не откажусь. То есть это было прямо мое такое влечение, от которого я получала настолько огромную дозу мотивации, что мне хотелось просто этим жить. И я и так этим жила. Ну и в один прекрасный день мы уже подросшие с Полинкой просыпаемся с заявлением от нашего папы и мамы, что мы переезжаем в Сочи. В тот момент мы прям обрадовались тому, что мы переезжаем из Челябинска. Родилась я в Челябинске, и весь мой вот этот период взросления был как раз в Челябинске. Мне было очень тяжело расставаться с моим окружением, расставаться с моей лучшей подругой, расставаться с первой любовью. Я тогда в 12 лет первый раз влюбилась, в этот момент я уже снимала YouTube, да, то есть вот такие вот этапы. Мы уже пару раз даже съездили в Сочи, да. Когда я думала, что мы переезжаем в Сочи, папа мне говорит, самый последний момент, нет, не Сочи, мы переезжаем в Москву. И в этот момент я такая, блин, а может это даже круче? Ну и в итоге, собственно, я сейчас нахожусь в Москве, я живу в Москве, и мне кажется, что если бы не мои родители, я бы гораздо позже переехала. Ясенхер, я бы переехала, но произошло бы это гораздо позже. Распрощавшись со всем своим прошлым окружением и в целом с городом Челябинск, где я выросла, я переехала в Москву, и мне было достаточно тяжело найти окружение, нормальное окружение, которое, ну, вообще считает, что вести блог это нормально, потому что тогда в подростковом вот этом вот возрасте, да, лет с 14 до 16, почему-то все были уверены в том, что заниматься какими-то другими хобби, наподобие, там, плавания, коникобежный спорт, это гораздо интереснее и это адекватнее, чем снимать какой-то контент на YouTube. Именно поэтому все в школе, да и в целом на учебе, как-то пытались то ли подстебывать, то ли, ну, вот, угорать над этим, не воспринимали всерьез, поэтому я даже не пыталась с кем-то нормально подружиться, но я думала, что в Москве будет окружение чуть поадекватнее. Короче, в школе, именно в школе, в которую я перешла в Москве, мне было очень тяжело найти нормальных друзей, то есть по факту, да, там были ребята, с которыми я общаюсь, но по сей день я их считаю какими-то лицемерами. Я познавала Москву, я познавала метро, познакомилась с девчонкой, с которой общалась около двух лет, она мне прям Москву со всех сторон показала. Со временем я смогла найти тех ребят, с которыми мне было комфортно, которые тоже блогеры, потому что меня начали звать на все мероприятия вот эти вот блогерские, на блогерские тусовки уже лет с 15, и как-то бац, я супер-мега быстро выросла, то есть мне потребовалось буквально полгода-год на то, чтобы адаптироваться, да, пожаловаться, так скажем, на свое окружение внутри, да, немножечко отдалиться от одноклассников, и, собственно, начались вот эти вот все мероприятия, блогерские тусовки. Я нашла свою компанию девчонок, с которой я общалась, начались все вот эти вот съемки, съемки в шоу уже лет с 15 или с 14 с половиной. Я поняла, что все, началась моя новая ступень, мой какой-то новый жизненный этап, и что все по ходу дела я выросла, и быстро. И на тот момент у меня появились мои первые серьезные отношения, в которых я выросла, наверное, до двух миллионов подписчиков, потому что уже когда начались эти мероприятия, у меня активно начался взлет вот этой, как раз, публики, да, охватов и в целом аудитории, и в этот момент я начала понимать, что все, мне это нравится, мне нравится набирать аудиторию, которая схожа с моими интересами, которая чувствует меня, которая знает меня, и с каждым днем вас становилось, ребят, все больше и больше, больше съемок, больше мероприятий, у меня появилась своя компания, с которой я на тот момент общалась, и я ушла в тусовки. Я думаю, вы меня такую помните. Я прям ушла по всем клубам, по всем заведениям и вошла в отношения. В отношениях меня использовали, естественно, да, то есть это был человек, естественно, у которого были ко мне чувства, но он видел во мне выгоду, так как я переехала еще, ну, не знав, да, вот эту вот сыровую реальность, так скажем, московскую, какие бывают блогеры, я была открытая, я следила за всеми, я фоткалась со всеми, как только в Москву переехала и увидела всех, за кем я наблюдала из Челябинска, да, но каково было мое удивление наблюдать за огромным количеством лицемерия, за тем, как многие мне отказывают в фотографиях, когда я еще не выросла, да, не стала более популярным блогером, я была очень открытая, все были какие-то зазвездившиеся, я этого не ожидала. Меня такую добренькую девочку из Челябинска подхватил паренек, который вообще не был блогером, все полтора-два года отношений, это были прям какие-то качели эмоциональные, да, то есть я не могу сказать, что это был абьюз, чувства действительно были, но в этот момент я прям очень много контента снимала, да, он мне помогал какой-то контент придумывать, но тем самым меня и использовал, я ему контент снимала, ему контент монтировала, да, какое-то время, мои идеи, которые я хотела себе снять, он снимал уже себе, только потом, уже лет к 16, мы смогли нормально расстаться, даже не нормально, а очень эмоционально, конечно, но я смогла нормально это принять, тогда я просто все, вот эти вот все моменты я терпела, и почему я рассказываю вам сейчас об этом этапе? Он очень повлиял на мое мировоззрение и на мое взросление, то есть с этим человеком я выросла, с этим человеком у меня стукнуло 2 миллиона подписчиков, он мне тоже помогал, да, снимать какой-то контент, но по факту на данный этап моей жизни я понимаю, что меня активно тогда использовали, я просто была удобна человеку. Годам к 17-16 я уже очень изменилась, я каждый день училась еще, помимо видеоблога, который я вела, да, то есть у меня было и совмещение с учебой, и отношения, и параллельно семья, и я начала страшные истории выкладывать, и еще монтаж, и еще вот эти блогерские тусовки, и, короче, вот я думала, что вот такой вот ритм жизни мне подходит, что именно так я чувствую себя идеально. Но когда я поняла, что все идет не так, что мне нужно сдавать экзамены, мне нужно иметь нормальные взаимоотношения с учителями, что не особо хорошо мне получалось почему-то сделать, вот, я решила все-таки, что нужно немножечко топануться, так скажем. Ну и, чтобы вы понимали, мне было достаточно тяжело совмещать блог и школу, потому что, ну, я вам уже рассказала, да, как на это реагировали учителя, в целом одноклассники, ребята из параллельных классов, но именно в этот этап моей жизни я понимала, что экзамены мне нужно сдать отлично, ну, или хотя бы хорошо. Время прилетело очень незаметно, настала пора сдавать те самые экзамены, и я хочу вам сразу сказать, что я не была отличницей, я не прям супер-мега-вау училась, поэтому мне было важно найти хорошую онлайн-школу, в которой потрясающие преподаватели смогут меня идеально к этому подготовить, именно так, как мне нужно было для получения хороших результатов, да, и в тот момент я наткнулась на просто потрясающую онлайн-школу Егаленд, которую, ну, не могу вам не посоветовать в этом видео. Именно в этот момент я поняла, что именно в онлайн-школе Егаленд просто шикарнейшие преподаватели, которые могут на всяких мемчиках, на рэпе, на сленге, наравне с учеником, доступным и понятным языком разобраться в любом трешаке и объяснить любую информацию, которая на тот момент кажется для вас какой-то недоступной или даже необъяснимой, которую не может вам объяснить, например, учитель, или вы не можете понять от других людей эту информацию. Я в этом убедилась, ребят, потому что именно в онлайн-школе Егаленд для меня по сей день считаются все преподаватели самыми лучшими, которые смогли дотянуть меня до нужного уровня и помочь мне сдать экзамены. Лучшие кураторы мотивировали меня на протяжении всего учебного года и помогли достигнуть желаемых результатов без зубрежки вот этой всей бессмысленной теории. Ну и если вы не верите, можете просто-напросто сейчас посмотреть на это огромное количество отзывов от 11-классников. Каждый восьмой стопальник, получивший заветную сотку, прошел курсы именно в онлайн-школе Егаленд. А каждый десятый ученик годового курса сдал Егэ более чем на 80 баллов. К тому же школа каждый год ставит рекорд по количеству стопальников, что доказывает их невероятнейшую крутость. Поэтому, ребят, искренне от всего сердца советую, потому что в свое время онлайн-школа Егаленд помогла мне. Поэтому, дорогие мои, ссылочка в описании, вы точно не пожалеете. Всем советую. Это кто пришел тут к нам, ко второму сезону? Давно я вам Монику не показывала. Когда закрыли все заведения, когда я начала осознанно первый раз в своей жизни худеть, то есть я уже поняла, что в тех отношениях я тоже поднабрала не потому, что там был какой-то жесткий абьюз, а потому что, по факту, когда вы вместе с молодым человеком проводите время, вы беззаботно живете. И очень часто девочки, находясь в отношениях, быстро могут набрать какой-то нежелаемый вес. Ну, поэтому я решила начать худеть, и начать худеть сразу, ну, вот с чего все девочки начинают. Это какие-то вот уже либо жесткие диеты, либо жесткие ограничения, либо какие-то такие моменты непрофессиональные, которые не относятся к тому, что вот я прислушиваюсь к себе, к своим потребностям и так далее. Я начала заниматься спортом. Именно, кстати, в эти дни, когда объявили карантин, и я переехала на дачу, тогда я начала свой путь спортивный, да. Сейчас я уже практически каждый день хожу в зал не потому что надо, а потому что, ну, хочет мое тело, и потому что хочу я сама. Какой-то физической нагрузки, так как я сама по себе гиперактивный человек. На даче я поняла, что все-таки настало время выходить из этих отношений, которые уже изжили себя. Я поняла, что я была просто удобна человеку. Я просто поняла, что чувств у меня уже нету, что отношения изжили себя, и настало время просто уже, ну, переходить в более какой-то взрослый этап, осознанный этап новой жизни. Я начала заниматься собой, да, активно вышла из этих отношений. Не могу сказать, что было супер тяжело, скорее я просто осознанно приняла это решение, что я уже из этих отношений выросла. Каждый день я снимала какой-то новый контент, наблюдала за тем, как растет моя родная сестра, потому что именно в этот момент она проходила такой самый пик подросткового возраста. Начались летние каникулы, в летние каникулы в первую половину лета были по-прежнему те же самые карантинные ограничения. Перед этим, да, я улетала в Дубай, снимала влоги, снимала контент на YouTube очень часто. Ну и, собственно, прожив на даче около месяца, около двух, я приняла решение, меня пригласили пожить немного в доме блогеров, который только-только создался, создался моим хорошим знакомым. И на остаток лета, так скажем, да, то есть лето уже заканчивалось, плюс-минус оставался один там месяцочек буквально, и я переехала жить в дом блогеров. Дорогие мои, можете помахать камеру. В общем, да, мы уже более-менее так познакомились, я уже чувствую себя так нормальненько, Анжела, дорогуша моя. В общем, у нас вот такая вот красота, камин. Мне Даня Комков, когда мы созванивались, изначально говорил, что я тут буду снимать свои мистические истории. Ребят, как вам такой фон? Пишите ниже в комментариях. У меня был такой а-ля курортный роман с тиктокером, да, с которым ничего особо серьезного такого не было, но на тот момент я думала, что это что-то серьезное. Вот, короче, просто какой-то кринж и угар. Вот, я отвлекалась, также продолжала заниматься спортом, но из-за того, что в этом доме блогеров было очень много людей, которые жили как в лагере, постоянно какие-то сладости, постоянно какие-то конфетки, постоянно какие-то перекусы. Повар, который у нас был в этом доме блогеров, он готовил максимально неправильную еду. Я срывалась на сладкое там, потому что все в этом доме блогеров кушали сладкое, и я поняла, что я начинаю набирать вес. Хоть я и занимаюсь спортом, да, иногда уже даже через силу, потому что там у меня не было особо много энергии, я все свое свободное время уделяла контенту, и как-то меня уже подзаколебало быть на этом карантине и за городом, поэтому со временем подсняли немножечко ограничения, я первым делом рванула из этого дома, разорвала все там какие-то вот эти вот связи летние. И именно в этот момент я начала понимать, что походу у меня еще и какая-то полуалкогольная зависимость, только начала зарождаться. Я не прислушивалась тогда ни к своим потребностям, ни к своему телу, не могла находиться одна. У меня был нарушен режим, потому что я, ну, постоянно исходя даже из этого дома блогеров, да, могла ложиться там в пять, в шесть утра, потому что там ребята все шумные, там ребята все долго не спали. Забила хер на вот это правильное питание, перестала заниматься спортом, потому что, ну, по факту я просто занималась спортом от нехуй делать. И, собственно, я вошла во все эти тусовки, да, во всякие алкогольные вот эти вот темы, и на этом прекрасном этапе я познакомилась с человеком, который полностью с ног на голову перевернул все мое мышление и просто-напросто всю мою жизнь. Вот эти вот абьюзивные отношения и вообще вход в эти отношения, которые длились два года. Это был пиздец, самый настоящий. Встречаться мы начали не сразу, да, то есть сначала какие-то коммуникации, общения, потом я узнаю, что у него вот-вот родится ребенок, вот такая вот вся тема, которая не давала мне спокойно жить. Как-то внутри я это все, естественно, подавляла, потому что мне с человеком было хорошо. Через год после вот этих вот всех манипуляций, после того, как человек пытался меня перевоспитать под себя, получилось это все настолько непонятно, что мы уже не могли находиться с друг другом. Это уже начались какие-то ссоры, манипуляции, абьюз, кидание вещами друг друга, очень такие яркие ссоры с криками, это конкуренция во взаимоотношениях, это он пытается меня переплюнуть, я пытаюсь переплюнуть его, это постоянные запреты, это мне запрещают бить татуировки, поэтому я вся в татуировках, как мне кажется, да, но на тот момент у меня было достаточно татуировок, потому что по факту мне запрещали это делать, да и мне очень этого хотелось. А запретный плод, он всегда сладок, как вы прекрасно, да, можете это понимать, поэтому я начинала еще из татуировок, мне запрещали еще что? Пить алкоголь, курить электронки, мне запрещали гадать на Таро, про Таро и про магию, я обязательно сниму об этом отдельный ролик, В общем, все, что мне хотелось, все это мне запрещали. Я очень часто вспоминаю какие-то моменты, которые у меня в голове всплывают, исходя из каких-то воспоминаний внутри, я думаю, блин, раньше мне так было больно обо всем этом думать, и я в момент отношений считала, что это нормально, окей, сейчас я просто, ну, в шоке иногда с таких ситуаций, так скажем, да. Чтобы вы понимали, вот я вошла в отношения, вот мы где-то 4 месяца повстречались, да, вот эти конфетные букетные штучки-дрючки, которые все равно были с манипуляциями, и бац, у меня вес пошел вверх, причем настолько прям умеренно, чуть ли не по килограмму в день, чтобы вы понимали, да, и вес скакал, потому что у меня была и булемия, напомню вам, да, ну, этот ролик не о похудении, но сам факт, я воспринимала еду настолько проблемно, что я не могла кушать при человеке много сладкого, потому что он сразу тыкал, что вдруг ты поправишься или что-то в этом стиле. И вот такие вот все моменты довели меня до того, что бац, мы уже, оказывается, 2 года встречаемся, бац, мы уже не можем находиться даже в соседних комнатах, бац, мне ничего нельзя, бац, я себя ненавижу, бац, я вообще себя не воспринимаю, у меня нету друзей, у меня никого нету, и начинается как раз-таки весь этот депрессивный период. Дальше еще интереснее, дорогие мои, слушаем внимательно. Я думала, что я беременна в этих отношениях, поэтому я пыталась эти отношения как-то восстановить, наладить, так скажем, то есть реально, да, честно вам скажу, был такой этап, когда я думала, что я беременна, потому что, ну, из-за моего образа жизни, да, по факту зависимости, нервов, переживаний, сбитого режима, у меня избился цикл, естественно. А цикл, ну, когда он сбивается с людьми, которые в отношениях, начинаются непонятные подозрения, это 100%, поэтому, как бы, я уже даже в моменте принимала тот факт, что я с этим человеком как будто бы прям на всю жизнь. И, собственно, когда все прям дошло до самого пиздеца, мы приняли решение разъехаться. Я сняла квартиру, и первое время я просто ушла в зависимости. После расставания, после переезда я очень много пила, я постоянно тусила, я постоянно ознакомилась не с теми людьми, у меня было не то окружение, просто все пошло по заднице. Как вы заметили, сейчас я не поправилась, у меня в жизни, наоборот, только все наладилось, потому что, когда я вышла из отношений тогда, и два месяца вот у меня был вот этот вот переломный жесткий этап, я принимаю решение, что нужно хотя бы как-то менять свою жизнь. В этот момент со мной жила одна недотиктокерша, которая называла меня своей подругой, да, я ей верила, она просто меня использовала, в момент просто исчезла, как-то испарилась. Поэтому, когда я в один прекрасный день не узнала себя в зеркало, я приняла решение потихонечку начинать заниматься спортом, потихонечку начинать расставлять личные границы. Я разобрала полностью все свои сферы жизни, начиная от семьи, заканчивая там видеоблогом, да. К слову об инстаграме, я даже не вела свой инстаграм, я пропадала на несколько месяцев, выкладывав там по одной, по две сториз в день, потому что, ну, просто уже даже аудитория считывала то, насколько мне херово. У меня упали охваты, у меня упала просмотренность, потому что все чувствовали, что я уже не та Карина. Ну, я уверена, что вы многие помните этот этап моей жизни. Кстати, пользуюсь случаем, обязательно подписывайтесь, ник вы сейчас видите на своих экранах. И напоминаю вам, что я спрятала буковки по всему этому ролику, и вы должны собрать слово и отправить мне его в директ. Я вас буду лайкать, отвечать вам на сообщения и, собственно, записывать вам всякие голосовые, и некоторым даже сделаю бесплатный расклад Таро. Я принимаю решение, что мне нужен какой-то свой продуктик, да, какой-нибудь, либо курс, либо запуск, что-нибудь, где я смогу объединить девчонок, объединить единомышленников между собой. Да, я себя услышала, да, я поняла, чего я хочу, да, у меня уже была хорошая идеальная фигура, какая она есть и сейчас, только я ее совершенствую с каждым днем, да. Но у меня было не то окружение, и ко мне, исходя из потребности сделать курс, но непроработки какие-то были внутри, до сих пор боязнь одиночества, притянулся тот человек, который не помог мне в итоге сделать этот курс, а просто-напросто меня обманул. Тогда я выложила ролик про похудение, тогда он присутствовал со мной, втерся мне в доверие. Мы прописали сценарий, я придумала полностью всю тему, я писала идею, которую я хочу, что я хочу объединить девчонок, всех мотивировать и так далее. Человек сказал, что вывезет все свои обязанности, да, над которыми, по факту, должен работать не только один продюсер, а вся команда. Наврал мне, что эту команду он себе нашел, что это вообще была его команда, по факту, это с нуля собранные люди, которые вообще по факту не подошли. Получил деньги и свалил, не отдав мне продукт, который я ему надиктовывала каждый день, да, чтобы это все было красиво упаковано, потому что мне бы чисто физически не хватило это время. Меня выставили какой-то обманщицей, человеком, который разводит свою аудиторию на деньги. Я в этот момент, когда выложила ролик про похудение, я просто охуела. Ну, ребят, чтобы вы понимали, я не думала даже, что такое может быть, что бац, и меня начнут как-то обвинять резко в том, что я по факту и хотела. Хотела создать что-то идеальное и крутое. Я со всем справилась, я очень довольна, что все в итоге решилось. Но мне вот единственное не понравилось то, что в моменте, когда я наоборот хотела сделать как лучше, почему-то меня все просто обвиняли в том, что я какая-то обманщица, наебщица. И вы меня уже давным-давно знаете, знаете, какой я человек, и по факту, что происходит дальше. Продюсер этот сливается, он пропадает полностью с радаров. Девочка, которая со мной жила, которая переехала со мной в эту квартиру, по факту, носила мои вещи, выливала все проблемы какие-то на меня, делилась какими-то своими переживаниями и так далее. Я тратила на нее свою энергию по всем фронтам. То есть человек спасибо не сказал абсолютно ни за что и постоянно мне завидовал. В один из наших походов в кальянную-клуб, да, просто потанцевать, отдохнуть, поцеловалась прямо у меня на моих глазах с человеком, которому я была симпатична, и он мне был симпатичен. В моих вещах, у меня на глазах. Я на это смотрю, думаю, блядь, картина маслом, думаю, вот это да, вот это просто прекрасное окружение, прекрасная подружка. Вывод и вердикт таков, что пока человек сам не столкнется лицом к лицу со всеми страхами, не преодолеет одиночество, не преодолеет какие-то свои сомнения, непонятки, не поймет и не расставит приоритеты, личные границы, не поймет, чего он действительно хочет, кем он хочет быть и какой у него смысл в жизни, он не придет к своему идеалу. Нужен внутренний стержень, нужно действительно желание пахать. Желание пахать не ради того, что ты понимаешь, что ты потом придешь домой и свалишься без сил, а ради того, что ты понимаешь, что у тебя есть какая-то цель, что у тебя есть какое-то желание что-то делать по жизни, что у тебя есть там, например, аудитория, как в моем случае, да. Я живу на публику, я публичная личность, вы следите за мной в инстаграме, вы каждый день мне писали, Кариночка, где ролики на ютуб, как мы тебя ждем, как ты сияешь, как ты сверкаешь, вот теперь по тебе видно, что к тебе притянулось настоящее окружение, теперь по тебе видно, что ты готова вернуться на ютуб, теперь по тебе видно, что ты сияешь и прочее, прочее, прочее. Сними, пожалуйста, ролики, мы тебя очень ждем. Только тогда я поняла, когда закончила обучение по Таро, когда сейчас ко мне притянулись нужные люди, когда сейчас я поняла, чего я хочу по жизни, я сказала, да, я готова возвращаться на ютуб. Новое начало моей жизни, я считаю, что сейчас уже весь фундамент заложен, а фундаментом как раз таки являлся весь тот опыт, о котором я вам рассказала, начиная с самого детства. Все это дало мне сил стать еще сильнее, дало мне возможность переосмыслить на собственном опыте, понять действительно, какой я себя вижу, какое окружение должно быть. Вселенная, которая каждый раз тыкала меня лицом в страхе для того, чтобы я их прорабатывала. Именно сейчас я открыта перед вами так, как не была открыта просто ну никогда, мне кажется, именно эмоционально. То есть по факту вы знаете меня со всех сторон, но внутри есть какие-то переживания, которые пока мы сами перед собой не раскроемся, мы не раскроемся перед другими. Я про это говорю. Когда я поняла, что вот все, я живу одна, ну как одна с собачкой со своей прекрасной, у меня прекрасные взаимоотношения с родителями. Я избавилась от тех людей, которые меня использовали, да, уже по факту похудела и проработала все какие-то свои сомнения внутри, уже до этого проработав все вот эти вот проблемы с пищевым поведением и так далее, да, еще в том сезоне. Я поняла, что все, начинается новый этап, я уже чувствую себя уверенно, у меня уже нету какой-то тревожности и мысли, что у меня какое-то не то окружение, я уже поняла, что действительно все в моей жизни гладко. Я начала создавать, естественно, женские встречи через время, да, когда я уже поняла, какое окружение я хочу видеть, каких людей я хочу видеть рядом, я все это и смогла получить. У меня огромное количество клиентов по раскладам, каждый день у меня очередь из 10 человек, и все они записывают огромное количество отзывов Карина, у меня все проигрывается, это огромный молодец. Я каждый день живу в изобилии и в комфорте, ко мне притягиваются те люди, которые действительно достойны не только быть рядом со мной, а которые достойны и получать то, что я даю по факту, потому что те люди, которые были в моем окружении, они этого не были достойны. Совершенно, ну вот от слова совсем. И сейчас я довольна всем, что происходит в моей жизни. И я надеюсь, дорогие мои, что вы точно так же сможете найти свое истинное предназначение, понять действительно над чем вам работать, если вы чувствуете, что вам нужно над чем-то работать, потому что все, что внутри скрывается нашим подсознанием, да, и то, что мы пытаемся там на время отложить и так далее, над этим нужно работать прямо сейчас, прямо с сегодняшнего дня. Я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы досмотрели это видео до самого конца. На самом деле, мне кажется, этот ролик уже вышел больше, чем на 40 минут, но мне не хочется прекращать вести его и разговаривать с вами, потому что я скучала по вам. Честно, я очень сильно по вам скучала и хотела наконец-то высказаться, рассказать вам обо всем, что происходило у меня в жизни. Не забывайте про мой инстаграм, никого сейчас видите на своих экранах, обязательно подписывайтесь. Ну и, собственно, ставьте лайки, пишите ниже в комментариях, что вам запомнилось из этого ролика больше всего, какие видео вы хотите дальше видеть у меня на канале. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать мои ролики и смотреть их первыми. Ну а с вами была Карина Аракеляна и рассказала вам просто обо всей жизни. И, собственно, сейчас у меня все прекрасно и я возвращаюсь на YouTube. Спасибо вам большое, что досмотрели это видео до самого конца. До встречи здесь и в моем инстаграме. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok